На Брянской улице для проезда блоками отгорожено по полосе в одну и другую сторону. Это место перед развязкой и выездом из города. Рабочие с отбойниками снимают асфальт на другой половине дороги. Нужно установить деформационные швы. Эту работу отложили с прошлого года. Теперь на участке предстоит закончить ремонт. Такие же работы идут и на Мичурино. Первый зам главы города Вадим Войцеховский инспектирует работы на выездном дорожном штабе. Тому, что дорожники вернулись на эти объекты, есть объяснение. Перекрытие со вчерашнего дня двух мостов в городе Красноярске. Это Мичуринский мост. Это мост на Брянской. Мы их закрываем пополосно на месяц. То есть это вынужденная мера, поэтому придется потерпеть. Дело в том, что мы не успели в том году. Объем работы оказался гораздо более масштабный, чем предполагалось. Мост на улице Перенсона до прошлого года не капиталили почти 40 лет. Когда дорожники сняли покрытие, чтобы отремонтировать балки и швы между ними, выяснилось, что дел больше, чем ожидалось. 9 балок из 33 нужно было срочно менять. Они так износились, что стали опасны для конструкции. В довершение одна из них при демонтаже разломилась на части. Так и произошла задержка. Пока нужные детали изготовил новый местный завод, уже пришла осень. Зато теперь, говорят дорожники, со своим производителем мостовых конструкций Красноярск может смело ремонтировать любые переправы. Сейчас этот на Перенсона не перекрывают. Все работы идут под ним. Погодные условия уже декабрьские. Нам не позволили выполнить те работы, которые сейчас мы выполняем. В связи с этим мы перенесли эти работы на этот год. Делаем укрепление береговых опор. Опоры номер 4, опоры номер 1. Делаем в монолитном исполнении. Делаем благоустройство, водоотведение с мостового сооружения. Проведено обследование дополнительно. Нанимали лицензированную организацию. Провели. Опоры в идеальном состоянии находятся. Сейчас просто проведем работы ремонтным составом, подлечим, загидроизолируем. В принципе, еще простоят много лет. На Брянской 140 тоже рабочие. Как и на другом мосту Качи, здесь появятся габионы для укрепления берега и тротуары. Но главное это место стало экспериментальной площадкой. Деформационные швы и зона возле них сделаны по новой технологии. Асфальт особенным образом срезается. И вокруг используется материал, который не даст шву со временем провалиться. Трафик на улице Брянской такой же, как на коммунальном мосту, говорят дорожники. Если технология там проявит себя хорошо и через какое-то время машины не начнут скакать на деформационных швах, то при будущем ремонте коммунального моста опыт, возможно, перенесут сюда. В этом году по городу гораздо больше дорожных работ, чем в прошлом. Всего в этом сезоне отремонтируют 61 участок. 22 участка уже сданы, причем раньше срока. Но они один, пока город не принял. Наблюдают за тем, что получилось. Не пострадало ли от скорости качество. У нас довольно-таки сложная система приемки. Потому что вопрос качества – это самый главный вопрос. Была недавняя ситуация, когда один из объектов на Аральской утонул в воде. Эта ситуация дала нам повод для работы с подрядной организацией. В общем, даже хорошо, если на этом этапе будут выскакивать какие-то минусы от работ, с тем, чтобы могли их быстро локализовать. На будущей неделе в Красноярске будет готово еще пять улиц. И у активных жителей есть время увидеть недостатки и привлечь к ним внимание властей. Впрочем, по поручению главы города, представители администрации совместно с дорожниками и общественниками и так еженедельно проводят выездные штабы. Отслеживать ход ремонта красноярцы могут при помощи дорожной карты на сайте администрации города. Анна Гейнца и Дмитрий Кочетков. Новости Прима.